Благодарим Аллаха, что Аллах приблизил к нам свои великие по награде дни Айямы Дзюль-Хиджа. Сегодня по мусульманскому календарю 27-й день, 27-е число, месяца Дзюль-Ка'да. Иншаллах, в понедельник, 19-го числа, будет первый день месяца Дзюль-Хиджи. Яум Аль-Арафа, день Арафата, 27-го числа. Яум Аль-Арафа, 28-го числа. Аллах, субхану ва-та'аля, как мы знаем, все сотворил, сотворил своих рабов. И Аллах, субхану ва-та'аля, одних сделал лучше другими. Одно творение сделал лучше другого своего создания. И Аллах, субхану ва-та'аля, касательно этого сказал в Коране, «Твой Господь создает все, что пожелает, и избирает, выбирает». Аллах, субхану ва-та'аля, создал ангелов и избрал лучшего из ангелов Джибрииля, алей-иссалям. Аллах, субхану ва-та'аля, создал ангелов Джибрииля, алей-иссалям. Также Аллах создал месяца, 12 месяцев, и избрал самые лучшие из месяцев, чтобы он был лучшим из месяцев, это месяц Рамадан. Аллах, субхану ва-та'аля, ва-та'аля, субхану ва-та'аля, 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 алей-иссалям. Аллах сотворил дни, и самые лучшие дни, которые могут быть, Аллах избрал первые 10 дней месяца Рамадан. Как приводится хадис, пророк Мухаммад сказал, перед Всевышним Аллахом самые лучшие, самые любимые дни, это первые 10 дней месяца Дульхиджа, которые будут начинаться с понедельника 19-го числа. В хадисе, который приводится от Ибн Аббаса, который приводится к своду хадиса имама Бухарии и мусульма, пророк Мухаммад сказал, Нету, просто, братья, задумайтесь, нету других дней, не существует других дней, в которых бы благие деяния были более любимыми перед Аллахом, нежели как эти первые 10 дней Дульхиджа. Субханаллах, все дела, любые благие дела, зикру Аллаха Та'аля, поминать Аллаха Субханаллах Та'аля, садака для нуждающихся, мискинам, факирам, бирруль валидейн, еще более лучшее отношение к родителям, намаз, пост, хадж, умра, то есть все-все любые, какие благие деяния, благой нрав, хорошее настроение, улыбка в лицо брата своего, то есть, субханаллах, мы знаем, все эти дела неблагие, но в эти дни, а не еще ли эти дела благие, дела более любимым Аллаху субханаллаху. Субханаллаху. Нету более любимых дней для благих дел перед Всевышним, кроме как эти 10 дней дульхиджа. Сахабы Радуан Аллаху алейхим спросили, я, Расуль Аллаху, у посланника Аллаха, даже джихад на пути Аллаха не так любим перед Аллахом, как эти дни, которые в эти дни, если человек совершает благие деяния, قال у Сахабы, я, Расуль Аллаху, у алейхим субханаллаху, Сахабы слышали хадисы о достоинстве джихада, они самые во время пророка Мухаммада, саллаху алейхим салям, было много битв, Газот-эль-Бадр, Газот-эль-Ухуд, Хандяк и так далее. И они знали, какая великая награда за джихад перед Аллахом, субханаллаху атеаллаху. Смотрите, что ответил посланник Аллаху, саллаху алейхим салям, даже джихад на пути Аллаха не так любим Аллахом, как благие деяния в эти десять дней, субханаллах. То есть, даже если на пути Аллаху, субханаллаху, вышел человек мужахидан, не так любимый перед Аллахом, субханаллаху атеаллах, чем благие деяния в эти десять дней. Потом пророк Мухаммад, саллаху алейхим салям, сделал исключение. Один случай только джихада. Кроме как, если человек вышел на пути Аллаха со всем своим богатством и своей душой. То есть, все свое богатство, которое здесь был, собрал, вышел на пути Аллаха, субханаллаху атеаллаху 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 атеал расходовали для них, чтобы взять конницу, взять мечи, сабли и так далее. Но свое имущество сахабы оставляли дома, выходили своим. То есть тем самым, что Прок, салаллаху, показал, указал, то есть самое, что может быть любимым перед Аллахом, это совершать благие дни в эти благословенные, совершать благие деяния в эти благословенные дни. И вот этот хадис, указывает нам с вами то, что благие деяния в эти 10 дней, они лучше, чем благие деяния в последние 10 дней Рамадана. Не ночей, а именно дней. Ночи Рамадана лучше сам из ночей. А касательно дня, для поклонения первые дни в месяцах Дульхиджа, они более любимы Аллаху, Субхану Аталу, чем последние 10 дней в месяцах Рамадана. То есть от Фаджра до Магреба, который человек совершает благие деяния, дополнительные намазы, посты, садака, благие деяния, которые совершают, они более любимы. То есть других дней мы не найдем, которые были более любимыми Аллахом, Субхану Аталу. И имам Ибн Хаджар, почему так? Имам Ибн Хаджар, Рахмал Аллаху Та'ала, дал шарах этому и сказал, Почему Аллах, Субхану Аталу, любит эти 10, первые 10 дней вместе Дульхиджа? Почему в эти дни дела, благие дела, более любимы Аллаху, Субхану Аталу, чем в другие? Потому что имам Ибн Хаджар сказал, потому что в эти 10 дней собраны все столпы ислама. В другие дни не сможет человек собрать все столпы ислама. Садака в эти 10 дней дает человек. Садака — это закат, имеется в виду. Намаз читаешь в эти дни. Также постишьте в эти дни. Говоришь, Ла Иллах, Мухаммад, Расулу Аллах, как приходится в Явм Арафа, особенно больше, больше говорить в эти дни, в день Арафа, как сказал пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, «Хайру дуа дуа яуми Арафа, самая лучшая дуа дуа в день Арафа, в хайру ма культу ана ваннабиюна мин кабли, ла Иллах, иллах, ва хадаху, ла шарикала, ла хул мулку, ва хул хамду, ва ху аля кулли шейн кадир». Самая лучшая дуа дуа в день Арафа и самое, что лучшее можно в этот день сказать, то, что говорю я и пророки, которые были до меня, «Ла Иллаха, илла Аллаху, ва хадаху, ла шарикала, ла хул мулку, ва ла хул хамду, ва ху аля кулли шейн кадир». Все эти дела можно делать, адхкар, намаз, садака, поститься и в другие месяца, в другие дни, но, однако, в этом месяце еще есть столб ислама хадж, совершение хадж, хадж в другой месяц, другие дни ты не сможешь совершить, кроме как в эти дни. Поэтому из-за мудрости Аллаху, то, что Он сделал 10, первые 10 дней, не 5, если было первые 5 дней, то бы не застали бы хадж, потому что хадж начинается 8 день, 9 день, 10 день, то есть поэтому из этих такие они великие дни именно указывают на то, что все 5 столпов ислама в эти дни собираются, верующие мусульмане соблюдают все 5 столпов. После дня Арафа начинается другой, следующий день, Явмуль-Ид, Явмуль-Нахр, это великий день. В день Арафа Аллаху субхану ва-та'аля юбахи Аллаху та'аля би-ибадихи юбахи Малайка, Малайката. В этот день, как сказал Пророк Мухаммад саллаху алейкум в день Арафа, Аллаху субхану ва-та'аля гордится, доволен своими рабами и обращается к своим ангелам и говорит, что хотят эти мои рабы. Следующий день, Курбан-Байрам, это тот день, когда Аллах субхану ва-та'аля анзала шари'ата акмель Аллаху та'аля фигиддин. Это тот день, когда Аллах субхану ва-та'аля усовершенствовал религию Ислам, когда ее сделал полной. В этот день, когда был хаджат-ал-вада'а, прощальный хадж, Аллах субхану ва-та'аля не спасал Пророка Мухаммада саллаху алейкум сегодня я усовершенствовал для вас вашу религию, сделал ее полной. Туда ничего добавлять не нужно от себя. И довольствуюсь для вас религией Ислам. Вот такие великие дни, уважаемые братья. Редактор субхану ва-та'аля